И вот эта задача, ее решение, они породили вот как новых задач, которые можно условно разделить на речи. Первое, это, собственно говоря, задача Музико, вот эта вот задача, о повороте отрезка, ее совершенствование, то есть сама задача в себе. И второе направление, это приложение к другим вещам. Были найдены приложения к другим областям математики, в частности, к гармоническому анализу, которое является вещью настолько сложной, что мне трудно это. Давайте представим себе, что вот если взять камертон, то он звучит на одной определенной частоте. А звук, например, музыкальные инструменты, или певца, или певицы, обладает тембром. А значит, это означает, что раскладывается на несколько, на какое-то количество частот, на гармоник. Вот это разложение на гармонике, на тембр, оно и относится к гармоническому анализу. Сама дисциплина, она разрослась, стала неимоверно более сложной, но в основе вот лежит вот разложение частот, на разложение на гармонике. Так вот, оказалось, что задача Музиковича каким-то вот таким удивительным, непостяжимым образом применима к этой науке. Причем даже до такой степени, что некоторая нерешенная очень важная гипотеза, то есть нерешенная задача, то есть гипотеза, зависит от положительного или отрицательного решения какой-то задачи, связанной с этим, задачи какие-то.